сегодня очень 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 печальный день мне придется снимать видео о сайте fashion.ru потому что я продажная да меня заманили китайцы со своими бесплатными подарками как же я не смогла отказаться на самом деле это первый раз что мне такую предлагают и я дико на самом деле обрадовалась хотя обрадоваться нечем потому что не каждому предлагали такое но все же мы любим бесплатно халяву так что да на самом деле наверное как и я вы все устали дико от этих обзоров поэтому кому не интересно сразу говорю переключайте выключать это видео если вам не нравится китайский товар если вы уже устали от этих видео о сайте fashion.ru выключайте сразу чтобы не тратить время а всем остальным привет рада вас видеть итак сайт fashion.ru я думаю все уже знают что за сайт они делают поделки и да я себе выбрал две пары обуви размер 39 у меня я заказала 39 39 подходит все хорошо хорошо что подошло то я боялась что я закажу обувь а еще не подойдет одну обувь я заказала вот эти nike free run немножко это искажается потому что на самом деле они какие-то какие-то такие вот оранжевые розовые пастельные более оранжевые что могу про них сказать я когда их открыла сразу этот запах это запах моего детства кто из германии кто знает магазин дайхман в спортивном детском отделении спортивном отделении или в детском когда вы меряете обувь открываете коробку и такой вот запах выходит вот так вот это луф пахнет она пахнет дайхманом качество хорошее я могу показать у меня с оригинал вот это оригинал это просто не другая серия но это тоже free run а это мне детского отделения потому что в детском отделении всегда дешевле цена полностью все совпадает то есть вот видите мой оригинал как он выглядит и как выглядит не оригинал кроме подошва другая но потому что другая серия подошва тоже мягкая как вот эти вот они похожи на настоящие то есть и вообще не вижу разницу качество тоже хорошую потому что совсем немножко видно клей но это мелочь там не видно нога тоже в ней нормально лежит пока что я не ходила я не знаю может быть натирать без понятия может они начнут вонять после два раза так по виду очень все хорошо выглядит как оригинал вот это обувь мои настоящие я их год ровно год я их ношу и вот они у меня видите уже с дыркой они уже все мне такие вот старые проношенные я их купила я их носила все лето всю осень всю весну я ходила нас я ходила в спортзал с ними я их везде 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 таскала и они у меня вот уже в таком состоянии поэтому как раз когда я хотела покупать новую себе спортивную обувь сайт fashion.ru вдруг решили написать я увидела эту обувь и решила сначала куплю вот посмотрю вообще не оригинал как он и и потом куплю настоящий почему я еще хочу купить настоящий я да они выглядят как настоящий nike но дело в том вот мне кажется если поделку делают просто питаются сделать чтобы было похоже на настоящий но вот спортивную обувь они же тоже смотрят чтобы нога хорошо в ней лежала чтобы ногу не портила чтобы ноге было удобно чтобы нога не уставала я не знаю если если я не знаю если поделка на это тоже обращать внимание но вряд ли но есть им спортзал схожу посмотрю и кому интересно я напишите мне я вам могу сказать удобно неудобно натерло мне что-то но что я хочу сказать значит эту обуви я не знаю как в россии но если вы живете в америке или в германии то не стоит покупать поделку за 40 долларов если можно купить оригинал я могу купить оригинал за 60 долларов я пойду в детское отделение я себе там выберу такие вот nike и они мне будут стоить 60 65 долларов так что я лучше заплачу 20 долларов больше зато получу оригинальный да чем за 40 потому что разница не такая огромная до следующего в котором покажу там уже разница огромная в цене поэтому такую обувь можно же подумать купить в подделку но опять есть свое но другая обувь у меня в такой коробке пришло это у нас не брон лебран ну это джорданс это nike лебран всем известный у меня подружка работает в магазине спортивном где продают именно спортивную обувь называться снайпс это магазин как фуд локер и я правила фотограф этой обуви и она увидела она написала что они очень красивые она их тоже хочет но это же не оригинал она сразу раскусила что-то не оригинал хотя она сказала похоже очень оригинал но все-таки видно что что-то не так с ними это обувь на сайте стоит 60 долларов а так если купить оригинал во первых он не продается в магазине надо становиться в очередь и не факт что вы их вообще получите да это как бы лимитированные кроссовки и они стоят как минимум 200 долларов так что 60 долларов или 200 есть разница я себе заказала такие вот они называются лебран салф бич если не ошибаюсь они тоже хорошо по качеству сделаны единственное что не очень видно что вот это серый материал что это дешевка я не знаю ну видно что это какой-то непонятный дешевый материал но так опять же они похожи на оригинал причем подруга раскусила все равно такие вот прикольники яркие в общем у меня подруга таких вот фанатов да джорданс у нее вы не знаете у нее в подвале хранятся эти кроссовки по наверное штук 50 все в оригинальной коробке и знать это наверно в пару тысяч выходит цена потому что они ужасно дорогие их надо очень обожать чтобы тратить столько много денег на обувь ну вот такие вот прикольники тоже опять же если на куда-то ходить надо топать много спортзал на каждый день такие вот кроссовки мне кажется ничего и опять же говорю здесь нормальная карта за то что это Китай но опять же надо подумать за 60 долларов стоит такие вот покупать за 60 долларов можно же купить другие фирменные кроссовки но кто обязательно эти хочет я даже не знаю если в россии вообще можно таки купить потому что в германии уже проблематично люди уже месяц месяцами перед тем как вообще они выходят на выпуск люди их заказывают и становятся в очередь чтобы вообще их получить потому что они лимитированы так что вот так а вот прикольненькая ничего такая нормальная что я могу сказать про сайт fashion.ru обувь я наверно там не заказываю потому что все таки обувь я люблю если же спортивный покупать оригинал всякие там кепки очки сумки можно стоит присмотреть потому что я люблю сумку от эрме у меня была такая из чехии знаете мне нравится эта форма мне весь этот дизайн нравится этих сумок но главное что мне там нигде нету значка что это хернес да то есть оно похоже это именно то что я люблю ту форму которой я хочу но нету бренда например сумка louis vuitton где везде lv 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 я не бегала бы так что там такие сумки то что с кошелками там есть красивый типа под дизайнеры кошельки но не так заметно знаете я бы же я себе не куплю кошелек prada я куплю кошелек michael kors может потому что он красивый и mk не так бросается в глаза как prada если вы понимаете что я имею ввиду тоже самое с очками там огромный выбор очков они там по 15 долларов стоит опять же я не покупать на мальчике потому что я хочу хвастаться вас хвастаться всем что у меня очки prada там просто огромный выбор очков разных разных различных формов которые вы просто трудно найдете не брендовый в простом магазине понимаете что я имею ввиду так что или кепки кепки там тоже можно купить потому что кепки это очень простой материал очень легко производится кепка поэтому то что мы за кепку платим 30 долларов это просто за бренд а там кепка не знаю за сколько продается 300 за 300 рублей кажется и не знаю сколько это будет в евро наверное где-то 10 15 нормально и ничем не отличается от оригинала то есть да на этом сайте можно себе кое-что присмотреть я считаю но обувь я бы там осторожно заказывала потому что не факт что обувь выйдет именно так как на картинке и что она будет недешево выглядеть так что да это вот мое мнение о сайте фэшнл.ру и на самом деле я очень довольна вещами потому что кто не любит получать халяву тем более если она не параша а нормальная то есть нормальная нормальная вещь да так что напишите мне как вам это офф понравилось и вообще что вы думаете об этом сайте ли и о таких сайтах вообще стоит а покупать не стоит как вы думаете начать вообще оригиналов или подделков для вас это стыдно или вы считаете это нормальным оставьте ваши комментарии и мы скоро опять увидимся да ведь меня уже никуда не денетесь так что пока